Здравствуйте! Это программа «Прокурор в теме». 1 июня в Российской Федерации отмечен День защиты детей. Главная цель праздника – заострить внимание общественности на реальных детских проблемах. Вот эта идея напрямую присутствует в названии праздника. О том, является ли это направление приоритетным для прокуратуры сегодня, какие существуют основные формы социальной поддержки несовершеннолетних и как получить, поговорим сегодня в нашей программе. Гость-студия – прокурор Самарского района Сергей Анатольевич Фрединский. Добрый день! Добрый день! Ну что же, расскажите, пожалуйста, о состоянии законности в сфере защиты прав именно несовершеннолетних. Защита прав ребенка является одной из важнейших задач государства и, соответственно, приоритетным направлением прокурорского надзора. Прокурорский надзор охватывает самый широкий спектр работы прокуроров всех уровней и призван обеспечить исполнение законодательства об охране прав и законных интересов несовершеннолетних, пресечения и предупреждения преступности среди несовершеннолетних, а также преступности в отношении несовершеннолетних. Органами прокуратуры на постоянной основе проводятся проверки исполнения законодательства в данной сфере. Поводами для проведения проверок существуют такие, как инициатива прокурорского органов прокуратуры, обращения граждан, информация, содержащаяся о нарушении прав детей на площадках интернет-ресурсов в СМИ. В целом, на сегодняшний день количество нарушений, выявленных прокуратурой Самарского района, на 20% превышает уровня прошлого года. Ну, а с выявлением нарушений понятно, но все-таки каким нарушениям уделяется особое внимание? Ну, это прежде всего нарушения, связанные с осуществлением социальных выплат. Это нарушения, связанные с предоставлением жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Особое внимание мы уделяем органам системы профилактики. Это и комиссия по делам несовершеннолетних, это и органам образования, отделам опеки и попечительства, и в том числе органам внутренних дел, таким подразделением, как подразделения, осуществляющие выявление преступлений среди несовершеннолетних. Сергей Анатольевич, приведите, пожалуйста, примеры, ну вот, наверное, конкретных нарушений, с которыми вы столкнулись в последнее время. Ну, знаете, вот на сегодняшний день, вот я как бы говорил о мерах социальной поддержки для семей, он достаточно широк. При осуществлении надзора мы в данной сфере уделяем особое внимание, со своевременности осуществления данных выплат, пресекаем незаконные отказы в их начислении. Вот хотелось бы отметить, что указом президента Российской Федерации 20 марта 2020 года о дополнительных мерах государственной поддержки семьям, имеющих детей, с 1 января 2020 года были установлены ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Порядок предоставления данных выплат был установлен постановлением правительства Самарской области от 30 апреля 2020 года номер 304, в котором были регламентированы требования и условия в назначении и осуществления на территории Самарской области ежемесячной денежной выплаты на ребенка, требования, в соответствии с которыми семьи, имеющие детей, признаются нуждающимися в предоставлении данной выплаты, а также требования и основания для отказа в данной выплате. В своей прокурорской работе мы столкнулись с случаем, к нам обратился гражданин, которому было отказано в начислении данной ежемесячной выплаты, мотивировка органа социальной защиты населения, которым было отказано. Это несоответствие земельного участка, площади земельного участка требованиям, предъявляемым закону. Вместе с тем мы начали разбираться с данной ситуацией, и получилось, что не было четкого правового регулирования данного вопроса. Мы встали на защиту данного гражданина, внесли представление, с нами согласились органы, нарушения были устранены, денежная выплата была предоставлена. Причем тут у меня сразу логичный вопрос возникает, при чем тут земельный участок и выплата? Это один из видов выплаты тем людям, у которых есть земельные участки в пределах, там в Самарской области, в пределах черты городского округа. Установлены определенные площади. У данного гражданина в конкретном случае был земельный участок за пределами городского населенного пункта, и органы посчитали, что раз у него там есть больше... То есть наличие имущества влияет еще и на выплату. Какие еще яркие примеры можете привести, с которыми вы сталкиваетесь? Ну, здесь у нас что еще на практике было? Мы, вот я как уже ранее сказал, что мы достаточно много уделяем вопросу своевременности, осуществление выплаты, нарушения мы выявляем по срокам принятия таких решений органами социальной защиты, да, там установлен конкретный срок, это 10 суток, ну, там можно продлить этот срок еще на 20 дней в случае непредоставления полного пакета документов или при межведомственном взаимодействии. Здесь мы тоже реагируем, вносим представление, добиваемся, чтобы эти сроки были соблюдены и незамедлительно восстановлены права граждан на получение данных выплат. Ну, хорошо, расскажите тогда, какие документы необходимо предоставить для получения данной выплаты и куда, собственно, нужно обращаться? Заявление на начисление выплаты подается в органы социальной защиты населения по месту жительства заявителя. Это можно сделать лично, либо через посредством почтовой связи, способом, позволяющим подтвердить факт отправки документов, через многофункциональные центры предоставления государственных муниципальных услуг, через портал госуслуги в электронном виде. Перечень документов, он четко прописан и указан в постановлении правительства Самарской области, как я уже говорил, 30 апреля 2020 года, номер 304. Кстати говоря, важно отметить, что с 1 января 2022 года отдельные меры поддержки, которые раньше оказывали органы социальной защиты населения, начали предоставлять отделение Пенсионного фонда Российской Федерации. Перевод услуг там произошел автоматически. Тем, кто уже получает выплату, обращаться уже никуда не нужно, а чтобы их переоформить и продолжать дальше получать средства, тем людям, которые пособие еще не оформили, и начиная с начала 2022 года за ними нужно обращаться в территориальное подразделение Пенсионного фонда Российской Федерации. Ну хорошо, вот какие все-таки еще существуют меры социальной поддержки, если мы говорим о семьях с детьми? Социальные выплаты семьям с детьми, оформление которых находится введение Пенсионного фонда, как мной уже было отмечено, это единовременная выплата по беременности и родам, это единовременное пособие при рождении ребенка, единовременная выплата при усыновлении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, и единовременная выплата беременным женщинам-военнослужащих по призыву, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Ну вот право на получение данной выплаты имеют все семьи, у которых есть дети указанного возраста? К сожалению, нет. На выплату имеют право семьи, чей ребенок является гражданином Российской Федерации и постоянно проживает на территории нашей страны. Еще одно условие – это размер среднедушевого дохода семьи, не превышающий величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. Ну вот что нужно сделать, чтобы как раз оформить эту выплату, и зависит ли это выплата от дохода семьи? Чтобы оформить данную выплату, необходимо подать заявление в электронном виде через портал госуслуги. Данная мера государственной поддержки полагается семьям, чей ежемесячный доход на человека не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. Сейчас поднялся, какой у нас, напомните? Сейчас у нас, по-моему, порядка 13 тысяч. Чтобы рассчитать вот этот ежемесячный доход, нужно разделить годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи. Также при оценке нуждаемости оценивается имущество семьи, используется правило нулевого дохода. Ну хорошо. Вот что такое, кстати, правило нулевого дохода? Давайте поподробнее расскажем. Правило нулевого дохода означает, что у взрослых членов семьи должен быть источник дохода. Это зарплата, доходы от предпринимательской, либо иное закон о осуществляемой деятельности. Это пенсии, пособия, стипендии. Исключением составляют случаи, когда человек не может обеспечить себя по объективным причинам. Там перечень достаточно широк, но вот эта мера, она направлена на исключение злоупотребления со стороны родителей, не работающих, не стоящих на учете в центре занятости населения, не зарегистрированных, как самозанятые, это один из примеров. Ну здесь, короче говоря, со стороны родителей, не желающих трудиться и жить только за счет поддержки государства. То есть родители должны работать оба? Должен быть официальный доход, но, как мной было сказано, не превышающий вот этого прожиточного минимума. Минимума. Ну хорошо, давайте вернемся к теме прокурорского надзора. Вот какие самые серьезные нарушения для детей-инвалидов выявлены прокуратурой района? Ну, знаете, говоря о защите такой категории детей, если вот мы возьмем детей-инвалидов, да, их нельзя разделить на серьезные или несерьезные нарушения, они все затрагивают права детей на комфортную жизнь. В текущем периоде 2022 года нами выявлялись нарушения неисполнения законодательства в части обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. Это жилые, общественные, производственные здания, аптеки, организации культуры. Распространены случаи, когда организации социальной сферы не исполняют обязанности по дублированию необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписи выполненных специальными знаками. Вот по результатам наших мер прокурорского реагирования, нарушения вот эти все были устранены в стопроцентных случаях. Ну, давайте тогда поговорим еще о каких мерах реагирования охвачена данная как раз категория детей. Вот федеральным законом номер 178 ФЗ о государственной социальной помощи определено право инвалидов на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. В состав предоставляемых гражданами числа категории указанных в данном законе набора социальных услуг включается это обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, специальными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Вот обеспечение инвалидов медицинскими изделиями производится в соответствии со стандартами медицинской помощи, и по смыслу закона должно осуществляться бесперебойно. Вместе с тем, вот в ходе наших проверок выявляются факты, когда медицинские учреждения по каким-либо причинам не обеспечивают детей-инвалидов с диагнозом, например, диабет, медицинскими изделиями, тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови в полном объеме, в связи с чем их родители вынуждены обращаться к нам, а также приобретать данные средства за свой счет. Мы проводим проверки в данной сфере, выявляем нарушения, реагируем и, соответственно, восстанавливаем права родителей и детей. — Но ведь вопросы здоровья очень актуальны, особенно для детей-инвалидов, когда лекарства и препараты какие-то необходимы прямо сейчас, а нарушения все-таки происходят. Вот как здесь вы реагируете, насколько быстро, может быть, сокращены сроки? — Ну вот, знаете, я как уже сказал, что мы реагируем незамедлительно, когда получаем такую информацию о нарушении закона в этой сфере. Но они не носят повсеместный и распространенный характер. Вот нами два случая всего лишь таких было выявлено. В интересах несовершеннолетних мы предъявляем исковые заявления в суд об обязании, да, предоставить ему вот эти либо лекарства, иные средства. Исковые заявления быстро рассматриваются. И вот в максимально короткий срок мы пытаемся восстановить вот эти права. — Скажите, пожалуйста, а вот как защищены сегодня дети, которые находятся в детских домах, и вот насколько часто нарушаются их права и обращения в прокуратуру соответственно? — Ну, на территории Самарского района у нас нет детских домов. Ну, на тех территориях, где присутствуют такие учреждения, прокурорами ежемесячно, ну, в зависимости, если не было каких-то обращений граждан, где незамедлительно необходимо ежемесячно, проверяются состояние законности, как имущественного характера, так и неимущественного характера, как они там содержатся. То есть мы без внимания не оставляем и этот участок своей работы. — Работа. Скажите, а существует ли какая-то горячая линия, либо может быть анонимная линия, куда поступают звонки? — Ну, здесь, возможно, на уровне правительства есть такие горячие линии. В органы прокуратуры может обратиться любой человек в любом формате. Мы примем всегда эти обращения, будем их рассматривать в установленном законном порядке. — Но все-таки, если какая-то проблема возникает, вот сегодня мы говорим о защите прав детей, как нужно к вам прийти, связаться с вами? — У нас двери открыты исключительно для всех. Мы принимаем в ежедневном режиме с 9 до 6, а где двери не закрыты даже и после рабочего времени. У нас рабочее время не нормировано. Бывает и в 7, и в 8 люди заходят. Мы их принимаем, также берем у них заявление и дальше рассматриваем. Я еще раз повторюсь, органы прокуратуры открыты для всех в ежедневном формате. У нас установлены также ящики для приема обращения граждан. Это для тех, кто, например, в выходной день может прийти, также оставить свое обращение. — То есть обращение и тема визита может быть любая? — Любая, абсолютно любая. — Как можете охарактеризовать состояние подростковой преступности в районе? — К счастью, у нас за истекший период положительная динамика. У нас преступность на очень низком уровне. Это преступность, имею в виду, подростковая. Все меньше и меньше, к счастью, совершаются преступления. Ну, те преступления, которые у нас были совершены несовершеннолетними, это преступления, ну, где-то имущественного характера, ну, эти банальные кражи из магазинов, торговых центров. Ну, здесь что сказать? Мы значительно усиливаем свой прокурорский надзор вот в этой сфере. Мы даем оценку, еще раз повторюсь, да, органам системы профилактики. Каждое преступление, которое совершено несовершеннолетним, это уже звонок должен быть не только, да, для прокурора, но и для тех органов, органов образования прежде всего, там, где подросток учился. Почему? Что за педагоги, да? Как это вообще позволительно было сделать? Даем оценку органам, значит, комиссии по делам несовершеннолетних, даем оценку органам опеки, органам внутренних дел. Здесь в совокупности мы смотрим, кто виноват и кто за это должен отвечать. Ну, мы в любом случае принимаем меры прокурорского реагирования. На уровне прокурора мы собираем межведомственные совещания, координационные совещания, где вырабатываем комплекс мер на снижение подростковой преступности. Вы сказали несовершеннолетний. Это значит, что ответственность, я имею в виду, правовая, для ребенка не наступает. То есть осудить его не смогут. Но вот вы знаете, бытует мнение, и ваши коллеги говорят тоже о том, что часто так бывает, что вот те же кражи совершают дети из благополучных семей, и как бы бывает даже, что семья – это не показатель. Но вы сказали, что в первую очередь вы обращаетесь в учебное изведение. А почему не в семье? Мы начинаем свою работу с анализа. С анализа и выявления причин и условий, способствовавших совершению этих преступлений подростками. Ну, к сожалению, прокуратура, органы прокуратуры, надзор за физическими лицами не осуществляют. Поэтому мы не вправе вникать в семьи. То есть это же другие органы делают, да? Даже опека. Конечно, для этого у нас и существует федеральный закон об основах профилактики. И там определены все органы и определены их задачи, цели своей работы. Мы даем оценку уже работе вот этих органов системы профилактики. Скажите, все-таки какая, на ваш взгляд, наиболее существенная причина, толкающая подростка на совершение противоправных действий? Ну, знаете, здесь вот, наверное, существенная причина, вот с моей точки зрения, кажется, это недостатки в их нравственном воспитании. Возрастные особенности несовершеннолетних требуют психологически, методически грамотного подхода к контингенту, да, к этому. Вовремя замечены вот эти отклонения в поведении детей и подростков, и правильная организация педагогической помощи могут сыграть важную роль в предотвращении вот этих ситуаций, которые могут привести к правонарушениям, да, и преступлениям. Вот вернусь к вашему вопросу, да, про семьи. Вот действительно, вы правы, что, да, воспитание идет только из семьи. И вы говорите, что преступления зачастую, да, совершаются подростками из благополучных семей. Да, рискнуть, попробовать. Вот эта проблема, ее нужно решать вот как-то, да, на образовательном процессе. Сейчас вот мы анализируем иногда, да, вот эти все преступления, и бывает так, что идут на совершение преступлений, но они не знают, что это, скорее всего, преступление. Они находятся в торговом центре, да, группа молодежной. Как молодежь говорит, да, сейчас ради хайпа. Давайте, да, ради прикола, я вот сейчас вот что-то украду. А вот это ты украл уже уголовную ответственность. Уголовная ответственность, она наступает уже с 14 лет по определенным видам, да, преступления, а по каким-то, конечно, и с 16 лет. Опять же-таки, мы даем оценку, вот не просто так подросток попался на совершении там правонарушения, да, определенного. Ведь составляется сразу протокол, который передается в комиссию по делам несовершеннолетних, где уже вызываются его родители. Там на этой комиссии рассматривают каждый вот такой вот проступок. Вот там и работают с семьями. В основном исход вот таких проступков каков? Ну, здесь, конечно же, штрафные санкции накладываются на родителей, прежде всего. Там небольшие суммы, но сам факт, он как бы уже существенно откладывает, да, какой-то отпечаток уже и на родителей, и уже на ребенка. Там небольшие суммы. Так, а что дальше? После этого несовершеннолетние берутся на контроль. На контроль. Здесь уже работает, еще раз повторюсь, и органы образования, и комиссии, та же комиссия по делам несовершеннолетних, и органы внутренних дел, где они у них стоят на каждом учете. Скажите, пожалуйста, а прокуратура проводит какие-то профилактические беседы с подростками? Ну вот повысилась статистика подростковой преступности. Что вы делаете? Вы знаете, вот на своем личном примере, хочу сказать, что вот был такой случай, была девочка у нас несовершеннолетняя, семья благополучная, но у нее вот было такое вот, как сказать, желание постоянно сбегать из дома. И она это делала постоянно. Раз ее нашли, два нашли, опять убегает, убегает. Вот тогда мы вызвали ее... Но причина была какая-то наверняка. А причина была, вот хочется самовольничать. Свобода, самостоятельность. Свобода, да. Какой-то непонятно, неопределенный круг, было выбрано общение. Мною вот было принято решение беседовать с данной девочкой. Ну, наверное, раза два с мамой мы их приглашали в прокуратуру, беседовали, определенные лекции им читали. После этого, знаете, вот на мое удивление, перестало убегать. Ну, может быть, вот нужен такой еще и неординарный подход в нашей работе. Совершенно верно. Ну что же, вот какие советы вы могли бы дать родителям несовершеннолетних детей? Ну, советов здесь, конечно же, много можно давать, рекомендации. Их можно перечислять очень долго. Но прежде всего, необходимо воспитывать своих детей, прививать правильные жизненные ориентиры, убеждения, ценности, формировать в них чувство ответственности и долга. Не допускать конфликтных ситуаций в семье, как можно лучше знать, с кем, где общается ваш ребенок. Обращать внимание на поведение детей уже в раннем возрасте, стараться пресечь любые проявления жестокости с его стороны. И не только по отношению к людям, но даже и к животным. Ну, почему бы и нет? Ну, наверное, самое главное – это быть толерантными по отношению к своим детям. И их начинанием проводить с ними как можно больше времени. Да. Ну, вот все-таки в подростковом возрасте вы совершенно верно сказали, что нужно уделять особое внимание детям. Но вот какие первые звоночки могли бы озвучить, чтобы родители уже пристальное внимание обратили на поведение детей? Я думаю, что это же, конечно же, сказывается в учебный период, да, на знаниях, на оценках, на скрытость детей, которые, ну, к сожалению, в наше время сейчас не выходят, не вылазят, как можно сказать, из этих гаджетов, из телефонов. И, ну, мне кажется, здесь нужно вот сразу приглядываться и контролировать. Контролировать, но не перегибать здесь палку. Сильный контроль тоже не нужен. Все-таки личные границы. Ну, что ж, благодарю вас. Я думаю, что вопросы, которые мы сегодня озвучили, были исчерпывающими. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели «Прокурор в теме». Всего хорошего. До свидания.